Над этой историей любви не властны время и расстояние. Фильм, который вышел в России почти 40 лет назад и до сих пор остается одним из самых любимых, оказался близок и китайским зрителям. В КНР пригласили режиссера из нашей страны, чтобы он создал театральную версию легендарной ленты «Служебный роман». Спектакль максимально близок к оригиналу. Чем китайские Калугина и Новосельцев похожи на наших родных? Об этом в репортаже Марина Чайки. По-русски или по-китайски неважно, эта песня звучит одинаково проникновенно из самого сердца. Герои все те же, будто старые знакомые, такие близкие, трогательные, искренние. И, казалось бы, для Китая служебный роман – визитная карточка совсем другой страны, из совсем другой ушедшей эпохи. Но аншлаг в зале, как подтверждение, это простая история, вне времени и вне географии. Как вы на это смотрите, Анатолий Ефремович? Отрицательно, Прокофья Людмиловна. Мы и те несколько поколений, рожденных в 50-е и 60-е, выросли на советской живописи, музыке и кино. Вообще, влияние русского искусства велико. Этим спектаклем мы как бы хотим рассказать молодым людям о том, чем мы дышали и жили. Потому что эта история про нас, и она по-прежнему актуальна. Чтобы было как можно ближе к оригиналу, к постановке привлекли режиссера и художника из России. Ведь зрителя не обманешь. Фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман» здесь видели многие. 30 лет назад он вышел в прокат в Поднебесной и стал абсолютным хитом. Его и сейчас смотрят и любят китайский зритель. Это ее голосом в Поднебесной все это время говорит героиня Алисы Френдлих. Знаменитая китайская актриса Фэн Сянчжэнь давно хотела сыграть Калугину на сцене. Она хорошо знакома с русской театральной школой. С партнером по служебному роману они уже участвовали в постановке по мотиву фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Эльдара Рязанова уже нет с нами. Это огромная потеря для мирового кино, для театра. Но я уверена, он с неба на нас смотрит. И надеюсь, мы все делаем правильно. По крайней мере, мы очень старались. В этом спектакле прекрасно все. И юмор, и персонажи. Второго такого в Китае нет. Сцена, понятная без перевода. Она и здесь, в Поднебесной, разошлась на цитаты. При мудрости красоты и шарма, искусство быть женщиной и любовь, как волшебство, стоит только влюбиться, мир заиграет новыми красками. Нога от бедра свободная, пошла. В этих героях миллионы мужчин и женщин на двух континентах узнали себя. Все знакомо. Персонажи, коллизии. Очень похоже на нашу офисную жизнь. Очень точно подмечены характеры. Просто невероятно. Ведь на самом деле это было написано еще в прошлом веке, в Советском Союзе. Больше всего мне нравится Новосельцев. А почему он? У меня есть такой коллега, он только с виду смешной, нелепый. Но на самом деле сильный духом и способен на настоящие поступки. Поставьте наконец лошадь, что вы ее держите как родную. Я люблю животных. Россия и Китай в этот вечер, кажется, становятся ближе. Любимая история снова и снова заставляет смеяться, грустить и верить, что в финале все обязательно будут счастливы. Так, сдавайте по 50 рублей на свадебный подарок. А у кого свадьба-то? Так у вас же. Марина Чайкова, Владимир Жевский, Павел Матвеев, Первый канал, Китай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ